Ремонт трамвайных путей по улице Марата Этот участок пути нуждался давно, но деньги на ремонт выделили только в этом году Около 140 миллионов рублей пошли на капитальную замену рельсо-шпальной решетки 700 погонных метров рельсов и 680 погонных метров шпал Помимо ремонта рельсо-шпальной решетки, которую провело предприятие Тулу Гор Электротранс Подрядная организация должна была полностью обновить асфальтовое покрытие на этом участке Общим итогом является еще и асфальтирование межрельсового пространства Что позволит осуществлять движение стороннему транспорту на данном участке Сегодня движение трамваев по улице Марата восстановили в полном объеме Маршруты 3, 7 и 15 возобновили свое движение Пассажиры отмечают, что несмотря на дополнительно пущенные на время отсутствия трамваев автобусные маршруты Многим гораздо удобнее добираться на привычном транспорте Конечно, удобно Вот особенно, например, я в Белый дом езжу Мне, естественно, удобно Очень далеко ходить оттуда Конечно, а то мы далеко на автобус ходили А то сразу из проходных вышли и, пожалуйста, остановка Как будут ходить трамваи, гарантии никакой нет Может быть, они будут еще лучше ходить Спасибо Надеемся пока По такой дорожке-то А вот с асфальтовым покрытием не все так гладко Ремонтные работы продолжаются И пока речи о том, чтобы на этом участке было полноценное автомобильное движение, не идет С утра пущено полноценное трамвайное движение Пассажиры едут Свою часть работы по реконструкции этого участка мы завершили Но также еще и генподрядчик не завершил свою часть работы Это укладка бордюрного камня и асфальтирование межрельсового пространства В скором времени планируют начать реконструкцию участка с Ложевой до Пролетарской Если оба подрядчика сработают срок, пробок в Пролетарском округе станет значительно меньше София Кириллова, Андрей Ремезов, Тульская служба новостей